всем привет друзья часто у меня спрашивают часы под седьмую серию почему там коробка не с надписью watch 7 они все одинаковые под присмотритесь на часы которые у нас сейчас идут это m16 плюс улучшенная версия это не старая версия не путайте со старой старая версия в начале лета выходила это его улучшенная версия тут другие цифербаты идут у старой версии стандартный цифербат там бычок стоял сейчас вам сразу покажу чтоб у вас не было там сомнений так смотрите самые первые кто привез m16 плюс казахстан это были мы лично я сам их привез самый первый да и все модели я всегда первую привожу и сейчас вам покажу вот я прям даже написал лучшие часы на начало лета 21 года но это старая версия вот как вы видите здесь вот вот на вот это превьюшки на ави стоит коровка вот это вот бычок это была стандартная заставка у старых m16 плюс а в новых м16 плюс эта заставка пропала там другие цифербаты добавились если здесь было там стандартных 5 или 10 цифербатов в новых там намного больше цифербатов и ярче экран сделали также черный цвет вот этот он идет не просто черный цвет как в старых м16 плюс а идет спейс грейд то есть такой темно-темно серый как в apple watch 7 серии поэтому мы их и называем в отче под седьмую серию потому что они выглядят как в отче 7 серии расцветки у них такие же в основном изменения коснулись черные расцветки а другие цвета такие же как и в прошлых шестых и седьмых apple watch 6 и apple watch 7 практически ничем не отличаются внешне они такие же поэтому пожалуйста не стоит обижаться когда вы говорите там говорят а почему в watch 6 watch 7 вы продали m16 плюс это же watch 6 watch 7 а потому что разницы нету в оригинальной apple watch 6 и оригинальной apple watch 7 они внешне не так сильно видоизменились поэтому эти тоже не так сильно видоизменились изменились что оригинальные apple watch 6 и 7 что копии 6 и 7 они одинаковые по сути нету кардинальной разницы также насчет коробки мне говорят а почему на коробке нет надписи watch 7 но коробка это фантик коробка это фантик и просто за коробку идет переплата нам на заводе говорят если хотите мы вам положим вот в такую коробку но будьте добры переплатите 2000 тенге а эти 2000 тенге которые мы переплачиваем нам стоит уже приходится добавлять на конечную стоимость то есть вы как потребитель конечный покупатель наш клиент будете за коробку переплачивать ну зачем это нужно согласитесь зачем переплачивать за коробку ведь часы то одинаковые посмотрите вот надпись watch 7 правильно watch 7 посмотрите на вот эти циферблаты им меню вот запомнили да это с коробкой watch 7 затем наши м16 плюс улучшенная версия взгляните вот такое же меню никакой разницы программа такая же что те наверхит про что вот эти наверхит про а в чем секрет открою вам секрет что разница ни в чем они одинаковые просто китайцы меняет коробки часы внутри одинаковые человек переплачивает просто за коробку я могу заказать с завода чтобы там написали watch 77 или watch 7000 но это разве изменит что-то часы то ведь внутри одинаковые будут они даже могут изменить пункт об устройстве когда вы к программе подключаетесь к верфиту они могут поменять там название по запросу в завода они все поменяют но зачем часы то одинаковые взгляните на вот эти часы хв 19 то же самое тут я сейчас гляну этот фото меню или нет покажу сейчас вам я изменю не фото то же самое в общем они все одинаковые также мне говорят а почему не в оригинальной коробке оригинальную коробку чтобы с ней заказать завода она стоит 3000 тенге то есть вы будете переплачивать за белую коробку за этот фантик 3000 тенге она вам это нужно но надо ли этого зачем как для меня самое лучшее это самая минимальная цена и лучшее качество вот мы привозим в самом лучшем качестве допустим вот эти m16 плюс это улучшенная версия у которой совершенно нету заводских браков и мы на них смело даем гарантию плюс еще некоторые говорят вот мне где-то предложили м16 плюс дешевле либо у них плохое качество либо старая версия м16 плюс а если такая же версия как у нас м16 плюс обновленная версия улучшенная версия м16 плюс где цвет идет такой темно-серый space grey если у них как у нас часы значит либо они не могут свою бухгалтерию по-человечески рассчитать значит они не могут нормально вести свою бухгалтерию и они скоро обанкротятся потому что они не считают свои затраты и все мы то считаем затраты смотрите затраты на двух сотрудников которые мне помогают затраты на рекламу на рекламу очень много уходит это во много раз дороже чем аренда в среднестатистическом торговом центре до торговом доме в любом городе кастана намного дороже это фейсбуковская реклама она стоит намного дороже чем среднестатистическая аренда в каком-нибудь оттс трц намного дороже огромные затраты на рекламу уходит на двух сотрудников на рекламу на аренду склада плюс еще проверяем на заводские браки моих сидим там днями ночами я лично сам сижу проверяю звучание на наушниках потом их ваткой спиртовкой это все обрабатываю и ну все делаю так чтобы и гигиенично было и все чтобы проверено это во первых теряя время трачу все это и проверяю на проверке у меня дни и ночи уходят чтобы не было заводского брака чтобы клиенту пришло все идеально если не верить вот зайдите в пункт ай gtv тут тысячу наверное ну не тысячу но очень много видео где я проверял вот смотрите вот зайдите просто сюда второго поколения премиум 2.0 самом отличном качестве мы их сейчас здесь все будем открывать ставить можете просто зайти и посмотреть как я буду их дальше проверять я не знаю кликнется или нет дальше вот идем кроме этих видео ниже там которые полгода назад в прошлом году я снимал там везде я показываю как я проверяю их вот проверки наушников во первых они у нас заряжаются в общем на это тоже огромное количество времени уход даем гарантию на заводской брак выписываем гарантийный талон меняем заводской брак это выходит браки на двух сотрудников на то что мы их еще и проверяем их ты что же под консультация каждый человек говорит а как то у нас как это как это взять как то а кто будет доставлять сколько дней будет то все но это же тоже время я же не могу работать просто так понимаете мне же нужно будет закупать какие-то новинки обслуживать что-то вот эти каждое из этих фото это же тоже нужно обновлять каждый раз приложение специальные которые это редактируют каждая вот эта надпись даже вот эта надпись за нее приходится платить потому что это все делается через специальные программы на компьютере там каждый раз покупаешь лицензию на эти программы это что же стоит везде со всеми делишься и в итоге мне остается какая-то часть прибыли ну честно скажу большинство прибыли уходит китайцам потому что сам товар не дешевый уходит в китай деньги большинство процентов 60 70 остальные 35 процентов которые добавленные стоимости уходят на рекламу и там 5 10 процентов как повезет остается монетам и моим сотрудникам помощником и все вот это видео хочу сохранить потому что он каждый день одни и те же вопрос Abraham